Приветствую! Пришло воскресенье и самое время подвести неутешительные итоги недели в контексте вопроса мобилизации в Украине. Ну а если быть точнее, не самой мобилизации, а законодательства о мобилизации, законопроектов о мобилизации. Почему эти итоги неутешительные? Потому что, как мне кажется, все-таки государство, меняя подходы к вопросу мобилизации, должно было сделать то, что в первую очередь от него хочет человек. А человек хочет справедливости. И в первую очередь справедливость должна начаться с того, что людей, которые нарушают права этого человека, а мы говорим о тех представителях ТЦК и ЕСП, которых мы видели на многочисленных видео, их нужно было привлечь к ответственности. И показать, что человек защищен, и что никто не может даже в условиях военного положения в Украине нарушать права человека. К сожалению, до сих пор нам этого не показывают. Но что нам показывают? Нам показывают следующее. Нам показывают, что на этой неделе президент подписал три законопроекта, три закона, один из которых уже более чем год назад был принят. Это закон о снижении возраста, с которого человек считается военно обязанным. Да, снизили до 25 лет и, соответственно, людей с 25 лет теперь можно призывать на воинскую службу в связи с мобилизацией. Также были подписаны законы о электронном кабинете и закон, который, по сути, дал возможность вызвать на повторную ВЛК всех, кого признали ограниченно пригодными. Но даже не эта проблема, скажем, да, хотя это не то, что, ну, скажем так, неприятно, никому бы не хотелось этого, но не эта глобальная проблема. Глобальная проблема и то, что вот та новость, которая, на мой взгляд, неутешительная, эта новость связана с законопроектом 10449. И вот почему. Если вы помните, когда комитет начал рассматривать этот законопроект, мы с определенным воодушевлением принимали новости. Почему? Потому что комитет изначально показал свою позицию, которая была, скажем так, в интересах граждан. Да, и мы помним, что кабинет сразу же сказал, что отвергаются те положения, которые связаны с блокировкой счета и с ограничением управления транспортными средствами и так далее. Да, с обязанностью зарегистрировать электронный кабинет. И многие другие вопросы они отвергали те, которые вот самые болезненные, скажем так. Но вчера, вчера уже вечером Ирина Фрис заявляет о том, что комитет возвращается к пересмотру этих вопросов. Чем это закончилось, мы не знаем. Чем это закончится, мы не знаем. Но скорее всего, если они возвращаются к пересмотру этих вопросов, мы понимаем, что вернется вопрос ограничения консульских услуг за рубежом, вернется блокировка счетов и так далее. И вот эти новости, они неутешительны, потому что, ну, мне кажется, что менять так быстро подходы все-таки не нужно. Это неправильно. И это то, что, понятно же, вызовет определенный негатив в обществе. И с учетом того, сколько уже было проблем связано с мобилизацией, да, какой негатив есть в обществе, все-таки государству нужно было бы подобрать другие решения, найти другие решения, чтобы вызвать у человека, ну, скажем так, позитивно, сколько можно вообще вызвать позитив к мобилизации, да, потому что мы прекрасно понимаем, что этот вопрос в первую очередь связан с агрессией по отношению к Украине. И понятно, что мобилизация есть следствием того, что на территории Украины есть войска другого государства, и, ну, ничего хорошего из этого не может получиться. И, в принципе, сама идея мобилизации, да, сама мобилизация как явление в любой абсолютно стране не может приниматься позитивно, потому что, если мы до этого дошли, то понятно, что уже позитива никакого нет в стране, потому что это говорит о том, что идут боевые действия, скорее всего. Но вот вопрос в том, что, решая проблемы с мобилизацией, нужно находить те подходы, которые будут вызывать наименьшее, ну, такое непринятие, да. А сейчас что мы делаем? Мы говорим, что, а давайте заблокируем счета человеку, давайте заблокируем возможность управлять транспортными средствами. И по этим же моментам были уже, были позиции и депутатов, и комитета, и была позиция уполномоченного по правам человека, который говорил, что это все несколько не коррелируется с Конституцией Украины, несколько вступает в противоречие с ней, и снова мы возвращаемся к этим нормам. И, на мой взгляд, это неправильно. И государство здесь выбрало, ну, вот не тот путь, да, выбрали метод кнута. Плюс еще мы вернулись к законопроекту, забытому уже законопроекту 10.379, а этот законопроект, напомню, предполагает возможность установления уголовной ответственности за отказ от ВЛК и возможность установления штрафов до 51 тысячи гривен. Да, кто-то сейчас скажет, нет, там 204, друзья, не 204, 51 тысяча гривен. Там просто несостыковка в тексте самого законопроекта и сравнительной таблицы. Там разные формулировки в нем. Вопрос, конечно, какая будет окончательно, это вопрос. Но, в принципе, сама идея установить административный штраф даже в 51 тысячу гривен, ну, это очень серьезно. А 200 тысяч гривен, ну, это вообще, мне кажется, некорректный подход, да, потому что мы можем найти массу штрафов, которые меньше сумма, да, и это уголовные штрафы. То есть за преступления ты можешь получить меньший штраф, чем за вот правонарушения, связанные с нарушением мобилизационного законодательства, законодательства о воинской обязанности. И что здесь, наверное, нужно сказать? Нужно сказать, что те люди, которые собирались выезжать из Украины, вам нужно, ну, скажем так, поторопиться. Поторопиться в каком плане? Что с принятием законопроекта 10.449, а я напомню то, что говорят нам депутаты, что данный законопроект будет голосоваться 10.11 апреля. Вот с этой даты могут измениться правила пересечения государственной границы. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но есть такой риск. И оценивая шансы принятия этого законопроекта, мне думается, что они очень высокие, и с большой вероятностью вот его примут на следующей неделе. И в связи с этим хочу, ну, наверное, порекомендую тем, кто собирался в ближайшие дни идти в ТЦК там оформлять отсрочку, особенно если это касается отсрочек, связанных с инвалидностью родителей, тестья, тещи, супруги, отсрочки, связанные с доглядом за людьми с инвалидностью, нужно подождать, подождать нового закона, потому что сейчас непонятно, с чем вам идти, поскольку уже там через несколько дней правила могут измениться, и понятно, что ТЦК уже по старым правилам перестанут давать отсрочки. Да, это будет отложено до момента вступления закона в силу, и вам нужно будет там идти собирать документы. Ну и чтобы лишний раз не ходить в ТЦК и ЕСП, я думаю, что нужно подождать принятие этого закона, мы увидим, что в нем написано, кто имеет отсрочку и какие документы нужны, чтобы получить отсрочку. Обязательно будет разбор, подробный разбор этого законопроекта и всех вопросов болезненных и неболезненных, связанных с ним, мы будем все подробно разбирать. Нам остается лишь набраться терпения, прождать вот эти два-три дня оставшиеся и скрестить пальцы на удачу. Ну, а что нам остается? И, конечно же, друзья, что я вам хочу сказать? Хочу вам традиционно пожелать удачи, благополучия и мира, мира и еще раз мира, потому что как только воцарит мир, все вопросы с мобилизацией, с военным положением, они просто пропадут сами по себе, потому что в этом не будет необходимости и мы будем заниматься совсем другими вопросами. Очень бы этого хотелось. Мира вам. Пока-пока.